Компания Purism основана 19 ноября 2014 года в Южном Сан-Франциско. Ее целью являлось создание ноутбука, полностью соответствующего требованиям Фонда Свободного Программного Обеспечения. Данный ноутбук должен был максимально уважать свободу и право на частную жизнь граждан, использовать исключительно свободное ПО и не использовать для своей работы проприетарные драйверы и прошивки. Purism начала сбор средств на создание такого ноутбука и за крайне малый срок ей удалось собрать более 380 тысяч долларов из 250 запрошенных. Проект увидел свет. Ноутбук получил имя Librem 15 и может похвастаться следующими характеристиками. Диагональ экрана 15,6 дюйма с разрешением Full HD 1920 на 1080 или 4К 3840 на 2160. Матовый экран с IPS-матрицей, металлический корпус. Процессор Intel Core i7 и встроенный графический чип Intel Iris Pro от 4 до 32 гигабайт оперативной памяти. Различные варианты накопителя от жестких дисков на 500 и 1000 гигабайт до SSD накопителей вплоть до 1 терабайта. Кроме того, вместо оптического привода, по желанию можно установить либо дополнительный накопитель, либо дополнительный аккумулятор. Веб-камера с разрешением 720p, островная клавиатура с подсветкой. В том числе для заказа доступен вариант с русскими буквами. В качестве биоса в ноутбуке Librem применяется прошивка Core Boot, ранее известной как Linux BIOS и имеющей открытый исходный код. Core Boot также применяется в ноутбуках Chromebook. Core Boot очень легковесен, а его задача весьма проста – загрузить ядро Linux. Это также придает уникальности Librem 15, ведь до этого Core Boot мог использоваться лишь на устаревших ноутбуках и материнских платах. Librem 15 – первый в мире свободный ноутбук с современным и актуальным железом. Другой особенностью этого ноутбука является наличие двух kill-свитчей – аппаратных переключателей, один из которых отключает веб-камеру и микрофон, а другой – Wi-Fi и Bluetooth, так сказать, шапочка из фольги. Разумеется, в Librem 15 применена блокировка модуля Intel Management Engine, об уязвимостях которым в последнее время много новостей. Стоимость Librem 15 составляет 1600 долларов. Кроме этого, компания Purism представила 13-дюймовую модель ноутбука Librem, а также анонсировала планшет Librem 11, который может использоваться в качестве ноутбука-трансформера. В общем, если вы всерьез озабочены проблемой тотальной слежки или вам есть что скрывать, ноутбуки Librem – это то, что вам нужно. Главным анонсом этого года стал смартфон Librem 5 – первый в мире полностью свободный смартфон, не производящий никакой слежки за пользователя. Как обычно, компания Purism начала сбор средств и успешно собрала полтора миллиона долларов на разработку. Смартфон планируется выпустить в первом квартале 2019 года по цене 600 долларов. Телефон будет поставляться в металлическом корпусе с 5-дюймовым экраном, процессором IMX6 или IMX8, графическим процессором Vivante с использованием свободного драйвера EtnaViv, 3 гигабайтами оперативной памяти, 32 гигабайтами встроенной памяти, слотом для microSD-карт, USB-хост, USB-Type-C, Wi-Fi, Bluetooth и т.д. Пользователю будет дана свобода во всем, вплоть до возможности установки любого желаемого дистрибутива Linux. В качестве основных достоинств LibreM5 упоминается разработка с оглядкой на безопасность и обеспечение по умолчанию настроек для сохранения конфиденциальности действий пользователя. В частности, в устройстве будут блокироваться любые попытки отслеживания активности или сбора информации о пользователе. Важной деталью, связанной с обеспечением безопасности, является жесткое отделение компонентов Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного процессора, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Кроме того, в устройстве будут предусмотрены аппаратные переключатели, которые позволят отключать камеру, микрофон, Wi-Fi, Bluetooth и модуль Baseband, как и в ноутбуках компании. Помимо прочего, смартфон LibreM5 можно будет подключить к монитору, оснастить клавиатурой и мышкой и использовать как обычный десктоп. Такая концепция была киллер-фичей Ubuntu Touch, та самая идея конвергенции. Для графического интерфейса будут применяться GTK, Wayland и компоненты GNOME. В качестве опции пользователю будет предложена оболочка KDE Plasma Mobile, построенная на технологиях Qt.5, Wayland и KDE Frameworks. Операционной системой, устанавливающейся на устройство LibreM, является PureOS. Дистрибутив является форком Debian Unstable, так как основывается на его пакетах, но не использует оригинальные репозитории Debian. В дистрибутиве используется только свободное ПО, никаких проприетарных компонентов. То есть нет даже бинарных прошивок и проприетарных драйверов для видеокарты NVIDIA. Разумеется, можно подключить репозиторию Debian и установить оттуда, но этот способ не поддерживается и может нарушить работу системы. Все компоненты ноутбуков LibreM подобраны таким образом, чтобы исключить использование несвободных бинарных прошивок. Установщик системы основан на фреймворке Kalamariz, использующем библиотеку Qt.5 и успешно применяющимся, например, в Manjaro Linux. Графическим окружением является Gnome, с темой оформления иконок Papyrus. По умолчанию задействован сеанс на Wayland, причем разработчики отмечают это как одно из важных преимуществ, ведь Wayland не только графическая подсистема нового поколения в Linux, но и также усиливает безопасность системы. В репозитории также доступны и другие графические окружения. В качестве веб-браузера применяется Pure Browser. Браузер, основанный на Mozilla Firefox, использующий по умолчанию поисковик DuckDuckGo, который не отслеживает переходы по ссылкам, компоненты Tor Browser, а также имеет по умолчанию блокировщик рекламы Ublock Origin и расширение HTTPS Everywhere, принудительно включающее шифрование на всех сайтах. В качестве эмулятора терминала задействован Tilex, который вы могли видеть в Ubuntu Budge. Tilex позволяет пользоваться всеми прелестями тайловых оконных менеджеров в рамках эмулятора терминала, а также отпадает необходимость в утилитах Screen или Tmux. Помимо этого предустановлен медиа-центр Kodi, оболочка для работы с виртуальными машинами Gnome Boxes и стандартный набор приложений, таких как офисный пакет LibreOffice, музыкальные и видеоплееры и т.д. В целом, дистрибутив производит хорошее впечатление, однако присутствуют хоть и мелкие, но раздражающие баги. Например, неработающий автовход в систему. Даже если указать автоматический вход на этапе установки PureOS, все равно будет выскакивать менеджер входа. Присутствует один из известных глюков Gnome, неработающее меню приложений после быстрого входа и выхода из него, причем глюк появляется случайно. Конечно, для кого-то недостатком будет полное отсутствие проприетарного софта в репозиториях, типа Steam, но тогда какой смысл использовать ноутбуки Librem или хотя бы PureOS? Так что свои поставленные задачи и цели PureOS выполняет на 100%. Так как в настоящее время производится адаптация мобильной версии KDE Plasma 5 под будущий смартфон Librem 5, можно ожидать варианта PureOS с рабочим столом KDE по умолчанию. Однако полной поддержкой Wayland KDE 5 пока похвастаться не может, но тем не менее темпы ее развития очень оптимистичны. В будущем ожидается появление приложений, специально написанных для PureOS и работающих в изолированных контейнерах для обеспечения максимальной безопасности. Ну вот в общем-то и все, что я хотел рассказать о компании Purism и ее продукции. Очень радует, что подобные устройства присутствуют на рынке, и в то же время жаль, что в нашей стране официально они не продаются. Но не стоит огорчаться, возможно уже совсем скоро подобные девайсы появятся и у нас, созданные не в рамках каких-то идиотских проектов по импортозамещению или чего-то подобного, а независимым сообществом. У меня все, подписывайтесь на канал и расскажите друзьям, впереди будет много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok